С наступлением темноты город погружается во мрак. Люди стараются не выходить из дома в темное время суток. Борьбу за свет арчане начали еще в марте этого года. По муниципальному закону благоустройством, в том числе и освещением, должны заниматься коммунальные компании. А по федеральному закону это в зоне ответственности муниципалитета. Выяснить это удалось благодаря проверкам. Дело дошло до прокуратуры и Верховного суда. Туда обратились инициативные жители города. Но хоть когда-нибудь пенсионеров будет спокойно жить или нет, но почему мы должны содержать город? Людей заставляют платить за свет во дворах. На очередном заседании Горсовета депутаты большинством голосов исправили спорную формулировку. Изменили дворовое освещение на придомовое. Вот только нет в законе таких понятий. Есть только уличное освещение. Об этом говорится в официальном письме областной жилинспекции. После визита губернатора фонари на время зажглись. Как говорят люди, на несколько часов в день. В телефонном разговоре в обслуживающей компании заявили, что пока жильцов оплату не берут, но предлагают альтернативу. Оплачивать свет во дворах, либо фасадное освещение. Или платить за свет на улицах, исходя из площади квартиры. В среднем взять по 50 квадратных метров на каждую квартиру. И в среднем получается 750 квадратных метров. Они над нами как над дураками глумятся. 13 копеек. О чем разговор? С каждого подъезда по 750 квадратных метров. Мы что, будем освещать квартиру свою? Мы платим за это. Я считаю, что это неправильно. Жители дома отклонили оба варианта и заявили, что за свет во дворе они платить не будут. По закону, как разъясняет региональная жилинспекция, это обязана делать городская администрация. Специалисты призывают жильцов не идти на поводу у обслуживающей компании и следить за увеличением тарифов. Ольга Энгельс, Дмитрий Старостенко, Илья Логачев. Новости дня.